И сейчас вам расскажу, какие работы выполнялись, какой материал использовался, а самое интересное, сколько это все стоило. Это сделано для того, чтобы... Очень важно на этапе штукатурных работ, это очень важно, это позволит вам избежать проблем в будущем. Это сделано для того, чтобы проверить, есть что очень важно. Теперь про стоимость работ и материалов. Всем привет! Сейчас приехал в жилой комплекс «Испанские кварталы». Здесь у нас двухкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра. Закончен инженерный ремонт и сейчас вам расскажу, какие работы выполнялись, какой материал использовался, а самое интересное, сколько это все стоило. Инженерный ремонт начинается с разработки инженерного проекта, в котором мы разрабатываем планировку, расположение розеток, выключателей, а также водомерных узлов и водорозеток. После чего уже можно выходить на стройку и возводить перегородки. Все перегородки мы возводим из газобетонного блока толщиной 10 см. Это оптимальный размер, тоньше брать не нужно. Для перемычек мы используем уголок 40х40 с толщиной полки 4 мм. Раньше мы использовали арматуру, но со временем, с опытом поняли, что уголок это более правильное решение. Сам блок мы кладем на монтажный клей «Перфликс». Это клей от производителя «КНАУФ». А также каждые три ряда мы армируем блок при помощи сетки для того, чтобы избежать появления трещин. Дополнительно каждый блок при возведении стен крепится к наружной стене при помощи подвеса для гипсокартона. Это сделано для усиления несущей способности. Также наша кладка не доходит до потолка 2-3 см. Это сделано для того, чтобы плита перекрытия не передавала свои нагрузки на нашу межкомнатную стену. И этот шов уже потом пенится обычной монтажной пеной. После возведения перегородок мы переходим к механизированной штукатурке стен. Для этого мы используем штукатурную смесь на гипсовой основе. Вот она, волма-слой. Вот такой синий мешок и весом 30 кг. Штукатурим мы обязательно по маякам и после чего обязательно их демонтируем. Вот если видно на экране. Вот здесь вот был маяк, вот здесь вот был маяк и вот здесь вот был маяк. Но это уже штроба, да? А вот если здесь будет видно. И, соответственно, вот здесь тоже был раньше маяк. До того, как смесь затвердела, маяки полностью демонтируют и уже глинцуют стену, чтобы она была однородной. Если маяки не вытаскивать, то они поржавеют и эта ржавчина может проступить у вас через обои, либо через покраску. Так что обязательно вытаскивайте маяки. Также стены, которые мы возводили с газобетонного блока, мы усиливаем вот такой вот штукатурной сеткой синего цвета по всей площади. Это сделано для того, чтобы избежать трещин. Потому что здание новое, это новостройка. Если у вас стены под покраску, то любая мелкая трещина будет у вас на виду. Очень важно на этапе штукатурных работ сформировать угол 90 градусов на кухне, а также во всех санузлах и ваннах. После штукатурных работ мы приступаем к монтажу черновой электрики. Всю электрику мы выполняем по потолку в серой ПВХ-гофре. Гофра и клипсы у нас в производителе ДКС. Это сделано для того, чтобы гофра не выпадала из креплений. И если у вас натяжной потолок, вы можете обнаружить, что у вас гофра лежит на потолке. И тогда придется снимать потолок и перевешивать гофру. Поэтому гофра и клипсы одного производителя, это позволяет сделать надежное крепление гофры к потолку. Кабель мы используем ВВГ, НГ, ЛС. Обязательно производитель Конкорд. Обязательный круглый с заполнителем. Обязательно вертикальные штробы. Никаких вбок, никаких по диагонали, а только вертикальные. То есть, к примеру, вы будете вешать кухонный гарнитур. И уже монтажнику будет понятно, что если здесь у вас блок розеток, то кабель идет строго вверх. Это очень важно. Это позволит вам избежать проблем в будущем. Особенно уже, когда вы вешаете мебель. Два щитка у нас в квартире. Один силовой и один слаботочный. Здесь у нас будет висеть роутер. Будет коммутация антенных кабелей и так далее. А это вот у нас щиток. Водной автомат, водной УЗО, диф-автоматы и классические автоматы. У нас двухкомнатная квартира площадью 72 квадратных метра. И вот такой вот щиток. Это из разряда необходимо и достаточно. Поэтому вот такой щит идет на квартиру площадью 72 квадратных метров. После того, как мы смонтировали электрику, мы покупаем самые дешевые розетки и выключатели. И устанавливаем их на объекте. Это сделано для того, чтобы проверить работоспособность всей системы. А также висят розетки. И при помощи специального устройства мы проверяем, есть ли земля, есть ли напряжение и так далее. То есть на этом этапе можно проверить всю систему, как она работает. Вот, пожалуйста, тоже висит розетка. И вот посмотрите, этот кабель, да, конкордовский, с заполнителем специальным. Вот такая вот его толщина, практически с мизинец. Это вот кабель ВВГ-НГ-ЛС 3х2,5. Это у нас идет на розетке. После электрики приступаем к монтажу черновой сантехники. Это у нас водомерный узел. Сейчас расскажу про каждый элемент. Это у нас проточный вододаватель. Система управления защитой от протечек. Вот они как раз представлены от производителя Нептун. Это у нас фильтра тонкой очистки. Производитель Ханнивелл. Это у нас гребенка на холодную воду. И гребенка на горячую воду. То есть каждый потребитель подписан. То есть есть понимание, куда эта труба ведет. И что очень важно, если у вас есть гигиенический душ, то обязательно ставьте обратный клапан на горячую и холодную воду, чтобы не было подмеса. А также установлена система инсталляции от производителя Гиберит. Вот такой вот простой, надежный водомерный узел в квартире площадью 72 квадратных метра. Очень важно, что труба это сшитый поэтилен от производителя Рехау. То есть эта система вот в таком исполнении максимально надежна. Коллектора у нас производитель ФАР. После монтажа водоснабжения мы заменили полностью систему отопления. Все трубы от застройщика мы выкинули. Поставили новые трубы от производителя Рехау. А также сделали боковую подводку для отопительных приборов. Изначально подводка выходила из пола. В данном случае не надо будет подрезать чистовое покрытие пола. А это все очень красиво и эстетично смотрится, когда выводы сделаны из стены. После монтажа новой системы отопления мы, естественно, сделали опрессовку и получили соответствующий акт у управляющей компании. После монтажа водоснабжения и замены отопления мы приступили к мокрой стяжке. Вот видите, вот эти вот полоски. Это маяки, которые вытаскивались и уже потом замазывались. Стяжка немножко еще темная, потому что она влажная. После того, как залили стяжку, в течение 5-6 дней она должна еще лежать под пленкой и каждый день проливаться водой. Вот вчера пленку вечером сняли и пролили водой. Поэтому вот вы можете видеть, что где светлая, она уже более-менее высохла. Вот здесь вот еще есть вода и стяжка сырая. Поэтому еще нужно 5-6 дней и она уже будет вот такого вот светлого оттенка. Толщина пирога порядка 10 сантиметров. И для того, чтобы сэкономить деньги заказчика, 4 сантиметра из 10 мы подсыпали керамзитом, после чего проливали цементным молочком. И на следующий день, когда молочко схватывалось, мы уже заливали стяжку порядка толщиной 5-6 сантиметров. Меньше делать не надо, потому что пескобетон тогда треснет. То есть минимальная толщина стяжки из пескобетона – это 5 сантиметров. Плюс к этому мы использовали армирующую сетку, специальные стульчики для того, чтобы сетка не лежала внизу, а была в теле стяжки. Обязательно используем фиброболокно для усиления, для того, чтобы избежать появления трещин. Обязательно используем пластификатор, демпферную ленту по периметру. Вот мы сейчас ее специально не подрезали, чтобы вы видели, как она выглядит. А также, вот вы видите, по периметру проступает черная лента. Это у нас идет шумонет, который мы заводим на стены порядка 10-15 сантиметров. Это шумоизоляция пола, а точнее шумо-гидровиброизоляция. И после чего она вместе с демпферной лентой подрезается, и получается такой двойной слой, который разделяет стену и стяжку. И не позволяет, допустим, вибрации со стены передавать уже на стяжку. То есть вот такой двойной изолирующий слой. Для стяжки мы используем пескобетон марки М300 от производителя Руссиан. Он показывает достойное качество, и вот так вот выглядят эти мешки. Они весом 40 кг каждый. И вот как раз сейчас привезли уже материалы для следующего этапа, для шпаклевки стен. Это у нас шпаклевка Weber Vitanit LR+, грунтовка Tifi Grunt, а также финишная шпаклевка Rotband Pasta. Сейчас я закончу съемку, и уже моделеры приступят к своей работе. Также в черновой этап входит монтаж откосов. Здесь они сделаны из ГВЛ. Их нельзя было штукатурить по одной причине, потому что толщина очень большая. Это больше 3 сантиметров. Поэтому мы не рекомендуем штукатурить откосы, если у вас их толщина, допустим, слева, справа, либо сверху больше 3 сантиметров. В данном случае доходило до 6 сантиметров. При этом до того, как монтировать ГВЛ, мы расшивали все швы по периметру, пропенивали, потому что по периметру очень сильно дуло. Поэтому особое внимание обратите на окна, а также их примыкание. Также у нас была смонтирована трасса для кондиционера. И смотрите, у нас здесь будет два внутренних блока, а наружный блок у нас один. Вот как раз вы видите, он стоит в корзине. А внутренних блока, вот первый в одной комнате, а второй, сейчас вам покажу. Вот он находится здесь. И посмотрите, вот она трасса для дренажа. Вот такая вот длинная во всю стену, с уклоном обязательно. Здесь она заканчивается, переходит на другую стену в ванне и идет до самой канализации. Теперь про стоимость работ и материалов. Работа для нашего заказчика обошлась в 522 тысячи рублей. Стоимость черновых материалов 498 тысяч рублей. Все ваши вопросы оставляйте, пожалуйста, в комментариях, либо пишите по номеру WhatsApp, который я оставлю в описании к данному видео. Спасибо, что насмотрите. Всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok